Окей, видео номер два Это обзор техник Процессов много Обзор процессов, обзор рабочих процессов Процессов много Я думаю, кто из вас более-менее уже интересовался Смотрел на ютубе, вы уже видели, что один человек работает одним образом, другим образом Один использует одни инструменты, другой другие инструменты Когда обычно спрашиваешь у какого-то человека что-то Когда, например, нужно этот инструмент использовать Или когда вот так нужно делать Ответ следует такой, что смотря что тебе надо Логичный вопрос на этот вопрос, а что мне надо, не совсем понятно Поэтому, проанализировав все техники, я их делю Я создаю такую шкалу Я делю их на четыре основные категории Делю я их по инструментам, которые используются И вот такая у нас шкала получается И с одной стороны этой шкалы это exploration То есть это те группы техник, которые более направлены на открытие новых горизонтов Мы тут где-то по морю плывем на корабле Мы видим там Америка и так далее Это такая метафора, конечно, но в целом это так То есть когда нам эти группы техник позволяют нам очень быстро проработать разные варианты Очень быстро что-то поменять там, ну такой кардинальный и так далее Что-то быстро там стереть, там переделать цельность работы и так далее На другом конце это те техники, которые нам позволяют добиться аккуратности и качества в работе То есть вот немного я здесь раскрыл То, что я имею в виду То есть с этой стороны exploration Это скорость, да Это традиционный лук, да Еще один плюс Это традиционный вид То есть работы, выполненные в такой технике Они более похожи на те работы, которые мы можем сделать с помощью живых материалов Не полностью, но тем не менее Минус этой группы подхода в том, что нет контроля над этим В плане, что мы можем, конечно, быстро изменить что-то Там в каких-то пределах Но, например, изменить какой-то лайтинг или как-то более тонкий контроль И осуществлять мы не можем То есть нам придется там прям перерисовывать всю картинку В отличие от этого То есть эти группы техник, они нам как раз позволяют это делать То есть мы можем менять там даже интенсивность света В фотошопе, как ни странно, да Обычно это все-таки про 3D как-то Но тем не менее в фотошопе мы тоже можем делать То есть менять интенсивность освещения Менять там, не знаю, как-то переносительные элементы и так далее При этом аккуратность будет сохраняться Но с другой стороны, что мы теряем? Мы теряем наш традиционный внешний вид То есть то, что я говорил, традиционный лук То есть у нас будет более компьютерно смотреться картинка И у нас она, ну вот это нецельность и неестественность То есть неестественность это о том, что новичкам зачастую Ну я по себе вспоминаю, что мне вот немного сложно было работать Вот такими группами техник сначала Потому что там надо очень хорошо понимать, что ты делаешь И второе минус – это нецельность То, что зачастую часто очень легко потерять цельность Когда ты делаешь такого рода работу Ну мы тоже это посмотрим потом, когда я буду объяснять на примере Ну и вот, все эти вот процессы Я их делю с этого края, да Что больше позволяет нам сделать exploration и проработать много вариантов Это более традиционная техника То есть в этой технике мы реально имитируем тот процесс Который мы делаем, рисуя живым материалом И используем такие инструменты, как brush, как selection, как transform То есть достаточно малое количество инструментов Но с другой стороны у них очень много функций Потом посмотрим В категории традиционных техники Мы очень много всего научимся После этой традиционной Ну вот этот нарисовал, да, кисточки, карандаши и так далее После этой традиционной техники Мы делаем шаг к аккуратности, да Мы добавляем маски То есть такие инструменты фотошопа, как маски Такие инструменты, как фотошопа, как маски В жизни это можно сравнить с тем, что мы бы клали На наш, например, лист бумаги, на котором мы рисуем Мы бы клали другой лист бумаги С прорезанной вот какой-то такой маской, да И взяли бы баллончик и вот закрасили И потом бы убрали У нас бы получился ровный круг Ну что-то такое мы делаем и в фотошопе Что это дает? Да, это дает плюс к аккуратности Ну и минус, что мы, опять же, не можем как-то быстро изменить там форму Этой маски и так далее Ну хотя можем, но все равно Вы почувствуете отличия Дальше еще один степ к аккуратности Это добавление корректирующих слоев То есть мы наносим освещение и иные эффекты Уже не с помощью нашей кисточки сверху Как в традиционной маслом сверху А мы это делаем с помощью корректирующих слоев То есть это уже типично такой компьютерный способ То есть мы уже уходим от жилого пейнтинга К более компьютерным фишкам Ну и плюс более продвинутые маски И в конце концов мы приходим к такому абсолютно техническому способу создания иллюстрации То есть для кого-то, возможно, будет знакомо это слово Техдизайн Оно было в России какое-то время назад популярно Сейчас уже, наверное, не так популярно Хотя, возможно, еще все-таки звучит Ну и здесь мы с помощью абсолютно таких компьютерных средств Что ли, если можно так выразиться Графики Создаем изображение Оно у нас выглядит очень так вот Ну не то, что не по-настоящему Ну вот как иконки, да Например, в ВКонтакте Или в каких-то Или вот Ну в любой операционной системе Что на MacOS, как у меня Что на Windows есть эти иконки Вы видите, какой у них внешний вид То есть он такой чистенький Сладенький, но не настоящий Ну и плюс, да Этой технике, что мы можем Очень быстро поменять Любую форму и так далее Но минус, что мы не можем так вот Взять и на любом слое Что-то там поменять Намазать То есть работать со всей картинкой целиком Этой технике Что сразу стоит сказать, что Mixing Process Что в чистом виде эти техники Ну я бы сказал Все-таки не всегда используются То есть если вы будете потом смотреть чужие процессы И в том числе мой процесс Редко, когда используется какая-то Вот прям одна техника От начала картинки До конца картинки Просто потому, что Даже когда мы Начинаем любую картинку С самого начала Когда мы только садимся За стол или за компьютер Начинаем придумывать иллюстрации Нам нужно некоторое время Например, вот здесь вот Проработать разные вариации То есть у нас есть персонаж Мы его там сначала вот так порисуем Потом как-то там Поднимем руки Другую перспективу зададим Там свет отсюда сначала у нас падает Потом мы берем там с помощью Transform Мы его там изменяем Как-то там форму и так далее То есть мы некоторое время Сначала тратим На Exploration То есть нам нужны Вот эта группа техник Потом Через какое-то там время Когда мы нашли то, что нам нужно Мы начинаем все-таки идти к аккуратности То есть мы постепенно начинаем уходить Вот в эти техники То есть доходим до какого-то Ну этапа И потом нам, например Снова нужно Некоторое Время Поэкспериментировать То есть мы, например Нарисовали там персонажа Здесь у нас все уже так Более-менее аккуратно Разбито по слоям И тут бах Мы понимаем, что нам хочется Все-таки поработать С головой этого персонажа То есть там Форма головы и так далее Прическа И мы снова возвращаемся К традиционным техникам Некоторое время работаем И потом опять идем В аккуратность То есть это важно понимать Важно понимать Почему это происходит Важно понимать Важно видеть это В чужих процессах То есть действительно это так То есть я, например Начинаю с более традиционного подхода Потом я это разбиваю на маски Потом я там Добавляю лайтинг С помощью корректирующих слоев И потом я могу На фоне, например На рисовании фона Я снова возвращаюсь К полному традиционному Там сзади на слое И потом опять сюда Вот Что нужно сказать Что сначала Сначала Мы потом в конце еще поговорим Как все это тренировать Но я скажу Что сначала Миксовать техники Особо, наверное, не получится Наверное Поэтому Нужно их все по отдельности Проработать То есть опять же Я скажу про это в конце Но Сначала прорабатываются Все техники отдельно Понимается Что когда И именно они Прорабатываются Не прямо Что там Садишься И там неделю работаешь Одной техникой А лучше Ну там Быстренько даже За один день Просто небольшого Какого-нибудь персонажа К разными техниками Попробовать нарисовать Чтобы понять Где какая техника Лучше работает Что она дает И потом Когда Ты привыкаешь К этой техникам Тогда можно уже Миксовать их Потому что тогда Ты будешь понимать На каком этапе Где у тебя Что происходит Какую технику Лучше применить Также Кроме этих Четырех категорий техник Ну и четырех техник Да Существуют такие вот приемы Я их не стал Относить именно К техникам Потому что Ну это все-таки Не совсем техники Это именно все-таки приемы Первый Это фотобашинг Фотобашинг для меня Это способ Добавить детализацию То есть Не тратить в миллион Времени на вырисовывание Каких-то мелких Там шестеренок Гвоздиков И текстур Каких-то сложных Потому что Это фотошип Все-таки не получится Сделать Там слишком много Вариативности Поэтому мы добавляем Фотографии В наши В наши работы Это можно сделать На любом этапе То есть На любом этапе Я имею ввиду На любой технике В любую технику Можно добавить Фотобашинг Что с масками Что там В латинг Даже в техдизайн Можно добавлять Какие-то текстуры И так далее То есть Это прием Чем он отличается С позицией Используемых инструментов Он отличается Более продвинутым Работой С более продвинутыми Инструментами Выделения Ну и Отдельными Корректирующими Своями То есть Мы не будем Сразу Все пытаться понять Мы пойдем От традиционного Дойдем до техдизайна Дальше В следующих видео И Все инструменты Будем в них Углубляться Постепенно То есть Так же Я говорил Корректирующие Свои То есть Здесь мы пройдем Несколько Здесь мы Еще больше Углубимся Например И следующий прием Это Ideation Ideation Ну Его можно поставить Вот сюда Еще до Традиционного То есть Это самый быстрый Способ Проработать Кучу разных Вариаций И кроме того Что проработать Кучу разных Вариаций Еще и создать Почву для Happy Accidents То есть Happy Accidents Это Ну иностранное Понятие Переводится Оно как Счастливая Случайность То есть Что это такое Это тогда Когда мы создаем Абсолютно Такую Как бы Хаотичное Какое-то Хаотичное Изображение Абсолютно Разными Способами И потом Мы из этого Хаотичного Изображения Собственно Берем Какие-то Интересные Идеи Которые бы Нам сразу И не пришли В голову Очень хороший Способ Очень часто Используется В дизайне Во всем Подряд Отличается Технически Тем Что мы Используем Ну во многом Используем Абсолютно Те же инструменты Что и в предыдущих Техниках И так далее Но мы Используем Может быть Какими-то Необычными Немного Способами И Ну собственно Основная наша Цель их использования Это исказить Изображение То есть Исказить его Насколько Можно его исказить Настолько мы его Искажаем Ну и наверное Это самая Такая Открытая Открытая Категория Открытый прием В плане того Что Ну очень много Людей Использует Очень много Разных способов Чтобы создать Вот этот Хаос Создать Хаотичную Массу То есть Кто-то там Фотки искажает Кто-то там Не знаю Фракталы Какие-то делает То есть Программно Задает Какие-то Какие-то С помощью Программ Создает Да Такие вот Хаотичные Вещи Очень интересно Разные способы Узнавать Именно в этой категории Ну и третье Ну это не прием Это наверное Прям третья категория Инструментов Которые я все-таки Сюда включил Это инструменты Которые используются Больше для графического Дизайна Для создания Там Плакатов И так далее И я этот Этот раздел Включил сюда Чтобы все-таки Это видео Было более полным То есть Потому что там Есть инструменты Которые часто Ну полезно знать Человеку Который работает в фотошопе Ну прямо Они в иллюстрации В концепте В рисовании Они не используются То есть Это там Алайнинг Это снеппинг Это текст Но знать полезно Поэтому Мы это здесь оставим Здесь мы подходим К этой вот черте И дальше Мы сейчас будем Что мы будем делать Мы посмотрим Мы пройдемся Еще раз по всем техникам Я буду рисовать Быстрого персонажа Используя разные техники Мы еще раз Проговорим их Посмотрим Чем они друг от друга Отличаются И как они Собственно Выглядят Как рабочий процесс Выглядит Собственно